всем привет продолжаем гулять по моему маленькому городочку называется он санкт-петербург такой городочки есть вот попали мы на гагаринскую дом 5 особняк симонова особняк столыпиных так называется стиль неоклассицизм архитект волков бургазлеев год постройки 1871 и так в 1860-х годах дом номер пять принадлежал шелашникову вот я не нашел кто такой но знаю что там находилось посольство североамериканских соединенных штатов это было как раз очень хорошие годы российско-американских отношений надо сказать что один из жителей дома номер пять середине 19 столетия был молодой офицер поручик скобелев кобелев будущий знаменитый генерал герой русско-турецкой войны 1877 1878 годов участник присоединения среднеазиатских территорий в россии 1870-х годах этот двухэтажный дом принадлежал доктор медицины симонов который основательно его перестроил по проекту архитектора волкова ну можно сказать что возможно это тот леонид николаевич симонов доктор медицины директор пневматической лечебницы санкт-петербурге книга издатель владелец издательства знания для дела именно он издал книгу процесса пивоварения где дает рецепты приготовления различных сортов пива в этой книге исследованы пороки пива его болезни рассмотрены способы проверки качества продукта но это возможно может быть это и него вот но по годам вроде как совпадает так вот от симонова дом перешел генераль шикавелины александр александр кавели русский генерал директор пажевского корпуса 1842 46 годах санкт-петербургский военный губернатор штатный воспитатель царевич александр николаевич так вот генераль шикавелина управляла этом дом восьмидесятых годах следующий хозяйка дома стала сольская мари александр ну а сольский дмитрий мартыныч это русский государственный деятель и муж статс-секретарь его операторское величество государственный секретарь граф кстати государственный контролер председатель государственного совета 1905 году по и санна сольская девичестве мясоедово было очень образованной культурной женщины хозяйки известного петербургского салона была близка ко двору состоял в дружеских отношениях с принцессой евгений альденбургской интересовалась литература искусства в ее доме опухтин а это опухтин алексей николаевич русский поэт достаточно известный 1870-х годах кстати был знаком чайковским вот одна из строк кончая путь непризнанным поэтом горжусь что угадал я искру божества в тебе тогда мерцавшую едва горящую теперь таким могущим светом это он посвятил чайковскому это одна из строк творения известный был поэт кстати опухтин был гомосексуалистом и в семье чайковского считали что именно опухтин а разворотил петрушу как называли чайковского в 13-летнем возрасте сама пухтин тому момента был уже любовником классного наставника шильдер шульмера так написано в википедии я ничего не сочиняю это маленький ремаркер так вот опухтин очень был знаком близко с сольской она была хозяйка петербургского салона и читала свои последние произведения небольшому числу слушателей ее доме а мария александровна сольская но вообще она была хорошо известна в петербурге дама состояла вице-президентом общины сестер милосердия святого георгия с 1896 года кавалерственная дама ордена святой екатериной малого креста как они пишут она блистала в москве была умная не дурна собой поселившись в петербурге и заглушив свое сердце она рассудком вышла замуж за бюрократа сольского сделавшись женой сановника с которым обжилась сохранила за собой свободу действий поскольку допускалась она в пределах благоразумия и приличия вот так написано в википедии вскоре у нее дом купил столыпин который сразу заказал проект перестройки архитектору бургазлиеву который служил в технико строительном комитете министерства внутренних дел столыпин в 911 году получил от государства кредитного общества суду 61 900 рублей заложив купленное дворовое место ну а 1912 году завершились отделочная работа но беспокоиться уже пришлось ольги борисовне это супруга столыпина потому что в сентябре 911 года с пётр аркадьевич столыпин был смертельно ранен во время парадного спектакля к киевском оперном театре и ольга борисовна детьми поселилась в своем новом доме хотя в общем через пять лет столпины навсегда покинули этот дом кстати для того чтобы рассчитаться за дом вдова столыпина взяла кредитном обществе дополнительные ссуды 45 200 рублей ну по столыпиному можно наверно много говорить просто хочу сказать что это был реформатор который задумался преобразовать сельское крестьянское общество в россии создать класс богатых крестьян но выполнить в общем дело не удалось его убийца дмитрий багров был эсером и агентом охранки он подошел к нему во время антракта вынул браунинг из кармана и дважды выстрел через несколько дней столыпин скончался ну некоторые такие интересные данные из биографии петра столыпина дочь мария столыпина стала матери лермонтова таким образом общем петр аркадьевич приходился лермонтову троюродным братом пример его старший брат михаил погиб на дуэли и завещал столыпину перед смертью свою невесту правнучку суворова нитгард ольгу борисовну ну и вот так девушка стала женой петра аркадьевича не было шесть детей один сын и 5 дочерей столыпин был учеником менделеева не были проблемы с правой рукой он получил травму который получил на дуэли с убийцей старшего брата шахновского и вообще на столыпина было совершено один из покушений при одном из покушений дочь петра аркадьевича наталья получила тяжелую травму ног некоторое время вообще не ходила один из сыновей получил травму в общем тяжелая жизнь была в общем у столыпина кстати няня детей погибло у них на глазах при покушении ну вот такой дом вот жильцы которые здесь жили я вроде как все рассказал что бог найти вот такой дом по гагаринской улице 5 красивый дом особняк симонова особняк столыпиных хотя в общем-то столыпин там и не жил вот ну все всем пока всем привет до свидания всего хорошего до новых встреч